Вышивка, каменная крошка, фьюзинг, лоскутное шитье, изготовление куклы-оберега, валяние и многое другое. В традиционном фестивале народных ремесел и промыслов Хибинский хоровод приняли участие около 30 мастеров из городов Мурманской области. Чем удивили умельцы и кому достались главные награды, расскажем и покажем прямо сейчас. В этот день, став участником мастер-класса, каждый мог попробовать себя в одном из направлений народного творчества. Или принять участие в многочисленных конкурсах и викторинах. В рамках этого мероприятия у нас проходит четвертый раз городской конкурс деказативно-прикладного творчества «Северная палитра». Этот конкурс полюбился не только кировчанами, но и даже с других городов. К нам стали приезжать мастера. Детвора с радостью бралась за цветные лоскуты, кисти и краски, разноцветные нити, съедобную мастику и даже каменную крошку. Мы решили пасхальное яичко украсить мизинской росписью. Вот у меня уже эскиз создан. Сейчас мы его будем засыпать каменной крошкой, наш северный редкий материал. И оживками дополним уже, нарисуем коня, солнце, все, что нам хочется. Занятия по душе с легкостью находили и гости постарше. Острым концом, да? Да. Во-первых, ароматерапия. Я не могла нанюхаться. Мне так нравится. И работа с сеном – это натуральный материал. Кстати, сама мастерица сено для сего момента использовала только как декор для игрушек и панно. Но теперь вместе с остальными участниками мастер-класса успешно освоила новое направление. Птичка – самый удачный вариант для такой игрушки. В народном стиле. А вот еще одно не менее оригинальное занятие. Фьюзинг – относительно новая технология изготовления витража. Мастер подбирает осколки разноцветного стекла по шаблону, обтачивает их и собирает в картину. Освоит лоскутное шитье дано не каждому. Это очень кропотливое занятие. Но если получилось – затягивает, заверяет гостей из Кольской столицы. В Кировске она впервые. Очень красиво. Восхитились горы вообще, конечно. Пришли опутаны горами. Белые. Очень понравилось. Ирина Перепечь стала обладателем гран-при в конкурсе мастерства. При зрительских симпатий посетители ярмарки отдали апотечанке Олесе Антоновой и ее имбирным пряникам. А главная награда в конкурсе мастер-классов – творческие радости – досталась кировчанке Елене Клименко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова